Генассамблея ООН проголосовала за выплату репарации Украине, хотя воздержавших в селе проголосовавших против было даже больше, чем за. В Москве говорят, что резолюция не имеет юридической силы, будут ли ее использовать на Западе для изъятия российских активов. Генассамблея ООН проголосовала за репарации для Украины, а при этом многие страны, которые ранее осудили присоединение России новых территорий, теперь предпочли воздержаться или вовсе отказались голосовать. О значении ни к чему не обязывающей резолюции Андрей Ромашков. Резолюцию о выплате России де-факто репараций в пользу Украины, хотя само это слово в документе не содержится, поддержали 94 члена Генассамблеи, в том числе США, все страны Евросоюза и Турция. Против высказались 13 государств, традиционные союзники России вроде Белоруссии или Сирии, а также две крупных державы – Китай и Иран. Большое число стран предпочли воздержаться от голосования. Сразу 74. Вдвое больше числа воздержавшихся по Октябрьской резолюции с осуждением присоединения ДНР и других регионов. Наконец, еще 11 не голосовали. Результаты анализирует президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Перевес небольшой, и он показывает определенное отношение определенных стран к данному вопросу. Большинство, пускай оно как бы не подавляющее, но большинство проголосовали все-таки за, при том, что большое количество воздержавшихся. Страны же все заглядывают в будущее, да, как могут подобные решения повлиять на их собственную политику, на их собственные какие-то эвентуальные действия и так далее, и так далее. Многие, на самом деле, не хотят разрывать отношения с Россией. Подобные резолюции показывают отношения, тенденцию, позиции стран. Хотя резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, в Москве документ восприняли довольно серьезно. Как вырезался российский постпред Василий Небензя, подобные репарации приглянули Западу как удобный инструмент для ограбления очередного государства. При этом украинский посладник Сергей Кислица напомнил, что в 1991 году Москва поддержала резолюцию о том, что Ирак обязан возместить кувиту 50 миллиардов долларов за оккупацию страны. Первоначально Совбессон определил, что Багдад должен отчислять в специальный фонд 30% доходов от экспорта нефти. Позже доля была уменьшена до 25%, а затем до 5%. И окончательно расплатиться за решение Саддама Хусейна иракцам удалось только в начале этого года. Можно ли говорить о существовании действенных механизмов принуждения страны к выплате репараций? Говорит директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. Нет, никакой установленной практикой говорить нельзя, потому что в случае с Ираком речь идет о странах Ближнего Востока, а в случае конфликта Украины с Россией речь идет о постоянном сильнице этой безопасности. Поэтому логично ожидать, что тогда такие вопросы будут доноситься на решение Совбезы, то Российская Федерация будет накладывать венцы, и с Россией безопасности никогда не примет никакого обязывающего решения. Это невозможно не против Франции, это невозможно против Китая, невозможно против Великобритании, невозможно против Российской Федерации. Вот по той простой причине, что все они обладают правом вето. Вот как обойти право вето, да, но в то же время, чтобы такой механизм был, это большой вопрос. Сейчас ищут какие-то формулы, но пока до очевидного какого-то решения еще очень и очень далеко. И опять же, если вдруг все стороны договорятся, Запад и Россия, вместе восстанавливать разрушенную инфраструктуру Украины, тогда, мне кажется, этот вопрос отпадет сам собой. По тексту резолюции Генеральная Ассамблея ООН вновь подтверждает свою приверженность территориальной целостности Украины, признает, что Россия должна нести правовые последствия своих международно-противоправных деяний, видит необходимость создания механизма для возмещения ущерба Украине, а также рекомендует создать и поддерживать международный реестр учета нанесенного ущерба. Хотя документ поддержали только 94 из 192 членов ООН, то есть чуть меньше половины состава организации, резолюция считается принятой подавляющим большинством голосов. По нормам ООН при голосовании учитываются только позиции «за» и «против», то есть 94 против 13. Польская радиостанция «Зет» со ссылкой на неофициальные источники сообщила о том, что около польского города Люблин упали две ракеты. По предварительным данным, они попали в зерносушилки в деревне в 8 километрах от границы с Украиной, при этом два человека погибли. Достоверной информации о происхождении ракет нет. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить, что это были именно российские ракеты. Премьер Польши Моровецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. В Минобороны России заявили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о падении российских ракет в районе населенного пункта Шеводов являются намеренной провокацией, но в целях эскалации обстановки никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Шеводов обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, говорится в заявлении военного ведомства. Система ПВО сбила ракету «Точки-У» над Волуйками. В Белгородской области есть один погибший, одна пострадавшая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что еще одна ракета сбита ПВО в Граеворонском городском округе. Ранее в городе Шибекино снаряды попали в двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли три человека, еще трое госпитализированы с осколочными ранениями. В Крыму предотвращен теракт. 20-летний местный житель планировал поджечь склад горючесмазочных материалов, об этом сообщает управление ФСБ по региону. Дома у подозреваемого были обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также украинские листовки экстремистского содержания. Возбуждены уголовные дела. Суд Севастополя отправил подозреваемого под стражу на два месяца. В Минобороны Белоруссии опровергают слухи о подготовке к мобилизации. Там сообщают о проведении плановой проверки учетных данных военнообязанных, которые проводятся до конца года по повесткам через военкоматы. Данные будут собраны у всех без исключения военнообязанных, находящихся на воинском учете. Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут выплачивать денежные премии за успехи в боевых действиях в зоне спецоперации. Как пишет телеграм-канал «Звезда Ньюз», за сбитый самолет Воздушных сил Украины. Мобилизованным заплатят 300 тысяч рублей, за беспилотник – 50 тысяч, за ликвидацию БМП и подобных бронированных машин – тоже 50 тысяч рублей. Кроме того, планируются выплаты до 100 тысяч наиболее отличившимся призывникам за решение различных задач и уничтожение живой силы противника. Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил ТАС, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, украинская сторона уведомила, что остановка случилась из-за падения напряжения. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны. Венгерская нефтегазовая компания следит за ситуацией на нефтепроводе. Стратегических запасов нефти в стране хватит на три месяца. Газета Financial Times пишет, что Запад предлагает России гарантии для разобновления поставок аммиака по трубопроводу Тариати Одесса при продлении зерновой сделки. Ради этого, по сведениям издания, США могут помочь установить корреспондентские отношения для Россельхозбанка с американскими банками. Поставки аммиака могут принести России дополнительные 2,5 миллиарда долларов в год. В Москве заявили, что примут решение по зерновой сделке до 18 ноября, когда истекает срок предыдущего соглашения. Россия стала второй самой зависимой страной в мире от торговли с Китаем, пишет РБК. Доля импорта из России в КНР выросла в этом году с 25 до 40%. Самой же зависимой страной от торговли с Китаем по-прежнему остается Северная Корея. В Москве возбудили еще одно дело на сотрудников Синергии. По версии следствия, они пообещали за 300 тысяч зачислить мужчину в университет и сделать ему отсрочку от армии, но потом просто пропали с деньгами. Это не первое уголовное дело в отношении сотрудников Синергии. После объявления о частичной мобилизации в октябре, правоохранители уже задержали по делу о мошенничестве троих работников учебного заведения. А западным участникам не удалось добиться единогласного осуждения действий России на Украине. Итоги саммита большой двадцатки для России. Некоторые участники мероприятия, в частности канцлер Германии Улов Шольц, выразили сожаление, что президент России Владимир Путин не посетил Бали, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и вовсе хотела бы посмотреть в глаза Путину, но не случилось. Сам же российский лидер ничуть не сожалеет о своем решении, о чем заявил пресс-карь президента Дмитрий Песков. Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышит, Россия присутствует на должном уровне, заявил Песков. Каковы предварительные итоги саммита для России? Комментарий Георгия Буфта. Тема военного конфликта на Украине осталась доминирующей на саммите двадцатки, который завершает работу 16 ноября. Несмотря на призывы принимающей стороны сосредоточить внимание на глобальных экономических проблемах, таких как инфляция, продовольственная и энергетическая безопасность. До последнего момента остается неясной и судьба итогового комменика, мнения по которому разошлись с самого начала. США и их союзники, составляющие численное большинство на саммите, изначально продвигали резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Западные страны подготовили 16-страничный проект итогового комменика, значительная часть которого как раз этому и посвящена. Позиция Москвы, которую высказал представлявший ее на Бали Сергей Лавров, состоит в том, что такой подход – суть необоснованной политизации. В последний день работы форума Россия вроде бы собиралась представить свой проект итоговой резолюции, впрочем, с нулевыми шансами на принятие в такой обстановке. Возможен вариант, когда итоговая резолюция впервые в истории 20-ки так и не будет принята, однако большинство стран при этом примут отдельный документ, осуждающий Россию. Впрочем, ввиду досрочного отбытия Лаврова саммита, итоговую резолюцию могут принять просто без России. Попутно решается и проблема общего фото, на котором западные лидеры не хотели быть вместе с российским министром. Что касается реального урегулирования на Украине, а не прений по формулировкам, то в этом плане встречи в Индонезии не принесла результатов, показав полную беспомощность 20-ки. Президент Украины Зеленский обратился к собравшимся по видеосвязи, изложив 10 принципов мира. По сути, это ультимативные условия для переговоров с Москвой, включающие в том числе требования вывода российских войск и выплату репараций. Не как результат переговоров, а именно как условия для их начала. Разумеется, российские представители охарактеризовали такую позицию, как проявление нежелания Киева переговариваться вообще. Впрочем, пребывание Лаврова на Бали может возыметь по крайней мере один практический результат. В ходе встречи с генсеком ООН Антонио Гутерришем он обсудил зерновую сделку. «Все обещания изложены, надеясь, что они будут исполняться», сказал по ее итогам российский министр. Судя по утечкам в прессу, Россия получила гарантии разблокировки ее экспорта зерна и удобрений, и, скорее всего, поддержит продление сделки после 18 ноября. Уже хорошо. Среди других двусторонних встреч Лаврова стоит выделить переговоры с китайским коллегом Ван И. На них российский министр, с одной стороны, подробно проинформировал китайского коллегу о позиции российской стороны по перспективам переговорного процесса по Украине, акцентировав недоговороспособность киевского режима и его нацеленность на силовое решение конфликта. С другой, собеседник Лаврова высоко оценил готовность России к поиску путей разрешения украинского кризиса за столом переговоров. В переводе с дипломатического языка на «нормальный» это можно понимать как проявление нетерпения со стороны Пекина затягиванием и конфликта. Вряд ли также стоит расценивать как однозначную поддержку Москвы в украинском конфликте заявление Ван И о том, что Пекин против исключения России из большой двадцатки. Хотя спасибо и на этом, конечно. Обращает на себя внимание отсутствие в китайской риторике еще недавно непременных пассажей о виновности Запада в разжигании украинского конфликта. Судя по всему, нынешняя роль Пекина, каково ее видит на Западе, могла бы состоять в том, чтобы подвигнуть Москву к неким компромиссам на Украине и выказания соответствующего давления на Владимира Путин. Об этом, в частности, просил Си Цзиньпина и Мануэль Макрон. Другое дело, захочет ли и сможет ли китайский лидер выполнить такую миссию. Более настораживающей, если говорить об эволюции поддержки Москвы со стороны Пекина, оказалась информация о высказываниях китайского премьера Ли Ке Цзана в ходе предшествующей форума на Бали встречи главправитель стран АТЭС. По ее итогам, высокопоставленный американский чиновник рассказал, как его процитировала газета Wall Street Journal, что Китаю не нравится риторика России и ее действий на Украине. «Нельзя отрицать, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и немного смущен проведением российских военных операций», – заявил этот чиновник. Именно так он оценил комментарии премьера Китая Ли Ке Цзана, сделанные во время закрытой части заседаний на форуме в Камбодже. Мол, господин Ли достаточно подробно говорил о политике Китая в отношении Украины с четким акцентом на суверенитет, на безответственность ядерных угроз, на необходимость обеспечить, чтобы ядерное оружие не применялось так, как некоторые предлагают. И хотя вслед за этим официальный представитель МИД КНР поспешил отчасти дозавуировать такие оценки, подчеркнув, что Китай будет продолжать работать с Россией, чтобы продвигать двусторонние отношения по правильному и устойчивому пути, напрямую он премьера не опровергал. Впрочем, Ли Ке Цзан весной отправится на пенсию, мог, наверное, позволить себе лишнего. Хотя стоит помнить, что даже остальные китайские чиновники ничего просто так не говорят. Между тем, Россия и Украина приблизились к договоренности о продлении зерновой сделки, предполагающей поставки украинского зерна через Черноморские порты, пишет Financial Times. Москва в обмен потребовала США и Евросоюзе отменить санкции против Россельхозбанка, так пишет газета. По словам источников, ее США скорее помогут установить корреспондентские отношения для Россельхозбанка в американских банках, чем помогут переподключить его к SWIFT. Также в обмен на согласие пролить сделку, Россия сможет использовать трубопровод, пролегающий через Одессу и предназначенный для перекачки аммиака. Во вторник российские силы продолжили наносить удары по энергосистеме Украины. Свет отключался даже в соседней Молдавии. Две ракеты, по сообщению местных СМИ, прилетело на территорию Польши, чьи-то ракеты пока неизвестны. Польские СМИ сообщают о падении двух ракет близ границы с Украиной. Спасатели сообщают о двух погибших в результате взрыва в сушилке зерна. Власти созывают экстренные отседания Комитета по безопасности. Ранее сообщалось о массированном ракетном ударе по энергообъектам на Украине. Почти во всех областях происходит верное отключение света. Энергоснабжение временно пропало даже в соседней Молдавии. Власти Польши сообщили о прилете ракет по их территории во время последних обстрелов российскими силами украинской инфраструктуры. По данным польских СМИ, два снаряда попали в зерна сушилки у села Пшеводов, неподалеку от города Люблин на границе с Украиной. По неподтвержденным данным есть жертвы. Премьер Польши Муравецкий созвал экстренные свидания Комитета Совета Министра по вопросам национальной безопасности и обороны. Ранее на Украине за ударов на через северное отключение света во многих областях о перебоях электроснабжения сообщили власти Харькова, Львова, Хмельницкого, Ровна, а также Черкасска, Волынская и других областей. По подсчетам украинских властей, по объектам энергосистемы было выпущено 85 ракет. По заявлениям Министерства энергетики Украины, новые удары оказались самыми масштабными. А так и может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на систему некоторых наших соседей, отметили ведомстве. Так и получилось. Электроснабжение пропало в соседней Молдавии практически по всей стране. Света не было около двух часов, рассказывает политический обозреватель из Кишинева Анатолий Гуля. Отключения электроэнергии были, они случились в 16.45, затронули практически все регионы республики, в меньшей степени в Кишиневе, хотя говорят, что в Кишиневе тоже местами отключался свет. Это было связано с тем, что где стало поступать электроэнергии по линии Исакча-Вулканежты-Молдавская ГРЭС-Молдавия, по которой сейчас Молдавия единственная, откуда получает электроэнергию. Эта линия отключилась, и в Молдавии осталось только примерно с 20% электроэнергии, которая производит термоэлектростанции, вырабатывающие тепло. Из-за ракетных ударов в России по инфраструктуре Одесской области сработало аварийное отключение этой высоковольтной линии. Она не была повреждена, но она отключилась и не работала в течение полтора-двух часов. Анатолий Гуля, политобозреватель из Кишинева. Автоматическое отключение электроэнергии произошло по линии Единой энергосистемы Украина-Молдавия-Европы. Сейчас электроснабжение Молдавии восстановлено. Теперь местным властям придется придумывать, как избежать подобных сценариев в будущем. Возможных о вариантах рассуждает замруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Насколько я понимаю, действительно произошло системное отключение. Отключение связано с тем, что из-за ударов по украинской энергосистеме произошло аварийное отключение в ряде украинских регионов. И следом за этим упала и молдавская энергосистема. Это на самом деле было ожидаемое событие, потому что молдавская энергосистема сейчас вынуждена полагаться на перетоки из Украины, так как выработка электроэнергии на Молдавской игре с долгое время бывшей основным источником электроэнергии для Молдавии, расположенной в Приднестровье, резко сократилась после снижения поставок газа «Газпром». Мы не наблюдали какого-то резкого изменения, например, спроса на электроэнергию в Молдове или каких-то других факторов, которые могли бы объяснить эту аварию. Например, проблема с оборудованием и так далее. На мой взгляд, это связано исключительно с ситуацией в украинской энергосистеме. И, наверное, для молдавских властей это сейчас превращается в такую системную проблему, потому что если эти отключения будут повторяться, то это может грозить и молдавской экономике, и молдавской энергетике достаточно серьезными последствиями. Первая возможность — это заключение договоренностей с Румынией для получения аварийной помощи в таких случаях или, например, для увеличения перетоков электроэнергии из Румынии. Второй вариант — увеличение перетока электроэнергии из Приднестровья. Большой вероятностью все-таки «Газпром» не увеличит поставки по этому маршруту. И, наконец, третий вариант — большой вероятностью молдавские власти сейчас будут пытаться обеспечить объекты критической инфраструктуры. В первую очередь больницы, социальные объекты резервным энергоснабжением, генераторами, дизельными генераторами. Возможно, в каких-то случаях имеет смысл рассмотреть возможность закупки крупных генераторов и компаниям из коммерческого сектора. Сергей Гондратьев, Институт энергетики и финансов. Поздно обещано. Во вторник Украина присновила прокачку нефти по дружбе в направлении Венгрии. Украинская страна сослалась на падение напряжения, отметили в транснефти. Премьер Венгрии Орбан созвал Совет безопасности. Во вторник также был обстрелен российский приграничный город Шебекино. Как отметили власти Белгородской области, удары наносились в страну Украины. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, один из снарядов попал в здание аптеки. Сообщается о трех погибших и трех раненых мирных жителях. Генштаб ВСУ ничего об этих ударах не сообщал. Тем временем подводятся первые итоги саммита Большой двадцатки на Бали. Лидеры стран согласовали коммунике об итоговом проекте саммита позиций России и 10 принципов мира, изложенных президентом Украины Зеленским.